не знала что показать уже не подпишешь меня, а теперь какой-то с ума делаешь ну если ты совсем с ума сошла с этим инстаграмом, друзья пожалуйста, подпишитесь уже на нее все тысяч десять человек нас смотрят обычно точно вот вы хотя бы, друзья, подпишитесь уже на нее, чтобы она уже успокоилась подпишитесь пожалуйста доброе утро, друзья всем привет, мы сегодня, у нас особенный день мы хотим поговорить с вами на тему отношений да, но сперва, почему это происходит потому что у нас сегодня у Насти есть день клиентки а еще я вам в конце видео расскажу как я сегодня целые сутки держусь без еды да, это называется голодание, как-то так, профессионально гибелизм называется но сегодня у Насти буквально один часик свободного времени и мы решили вам записать какое-то видео потому что everyday влог, потому что каждый день выкладывать видео, это на самом деле прикольно это очень сильно стимулирует, поэтому мы не будем пропускать ни в коем случае итак просто сегодня поговорим на тему отношений расскажем про наши отношения и также сегодня хочу поговорить на тему того, как же избежать конфликтов в отношениях потому что нас очень часто смотрят пары, очень много смотрят пары и чтобы это было с мужской точки зрения и с женской точки зрения о очень долгих отношениях я бы так это назвал потому что мы с Настей 10 лет, но на самом деле мы 8 с чем-то вот уже вместе и мы уже не считаем сколько мы лет да, мы уже не считаем сколько мы вместе примерно когда мне было 16 мы начали, сейчас мне 25 то есть прошло чуть больше 8 лет я думаю много кто из вас знает как мы познакомились с Пашей в общем да, как мы познакомились у нас есть видео на канале произошло это когда мне было 16 лет это было далеких 80 небольшим лет назад мы встречались у нас были расставания, ссоры в общем было все и мы через это все прошли прошли мы это приблизительно к 21 году когда мне стало и я почему-то осознал что эти отношения это то, что действительно дорого для меня и то, что действительно важно а до этого возраста в силу наверно обстоятельств таких как молодость, глупость желания группы различного рода там гулянки, друзьяшки и так далее в общем это все выглядело не так как сейчас сейчас наши отношения мне кажется стали буквально последние 2 года мне кажется идеальными и мы нашли понимание абсолютно во всем мы сейчас стали просто как такие семейные домашние мебы живем и радуемся то что мы вместе и нам вот этого кайфово нам не надо чего-то такого там клубы гулянки конечно мы встречаемся с друзьями хорошо проводим время но нам и хорошо вдвоем вместе и возможно даже лучше чем вообще хоть что делать ну кроме снова городов естественно это просто находиться вдвоем просто смотреть фильм лежать обниматься и на самом деле уже ничего не надо вокруг вот эти все шумы софитов там я не знаю друзья гулянки пьянки нам это абсолютно не чуждо на данный момент самое важное это мы друг для друга вот как этого добиться как к этому приходили и что сейчас мы думаем об этом обо всем самое главное как избежать конфликтов во первых вам нужно прислушиваться друг другу быть друзьями в первую очередь не быть просто парнем и девушкой вам нужно быть именно друзьями как вот мы с пашей я не считаю его каким-то своим парнем муж парень это все понятно но в первую очередь это мой друг это человек с которым я могу поделиться всем я не буду скрывать от него ничего просто бывает такое что допустим в основном это у парней мне кажется у них есть друзья их парни их там братаны и у них там есть какие-то проблемы и они решают проблемы с ними они не делятся со своей девушкой я считаю что это неправильно для серьезных отношений нужно решать проблемы все вместе и они с подружками с друзьями потом чтобы ходили какие-то непонятные слухи про вас не нужно ничего друг от друга скрывать если вы друг от друга что-то скрываете в любом случае это выливается в конфликты в ссоры в слухи в эмоции лишние которые которые вам не нужны в отношениях вот эти вот как раз вещи и становятся апофеозом каких-то ссор вот то есть обязательно задумывайтесь именно о том что вы скрываете от человека что вы врете человеку и зачем вы это делаете потому что я в молодости опять же до 21 года не раз и скрывал и врал Настя и постоянно что-то привирал и старался не рассказывать какие-то вещи допустим там элементарные вещи такие как с друзьями погулял а сам там ой Настя я там дома уроки учил грубо говоря на уровне школьных отношений какие-то глупости абсолютные которые по идее абсолютно не нужны всегда можно договориться всегда можно обговорить всегда можно сказать что я хочу то-то то-то и за счет этого еще все лучше наоборот будет потому что вы скажете правду человек вас услышит поймет вы сами же не любите когда вам врут когда вам привирают вы сами же это чувствуете не делайте это в отношениях и все в 21 год только пришла ко мне эта собака мысль и у нас мне кажется за счет этого во многом за счет этого появилось полное взаимопонимание потому что я высказывал все свои мысли и высказывал все свои наболевшие какие-то вещи и обсуждал наше будущее грубо говоря и это правильно да делайте это обязательно в парах не скрывайте друг от друга ничего и это будет огромным плюсом для вашего дальнейшего будущего и мыслей мысли материальные во вторых не быть эгоистичными и думать только о себе это неправильно в отношениях нужно всегда прислушиваться друг другу всегда помогать человеку если у него какая-то проблема он хочет рассказать вам о своей проблеме просто не быть эгоистами не думайте только о себе если вы хотите хороших отношений а думайте как о одном целом идеально вообще как о одном целом то есть если куда-то ехать то всегда думайте о том как вы вместе это делаете это даже не должно обсуждаться не должен человек говорить ну я там с тобой поеду или допустим у нас есть друг он позвал Пашу куда-нибудь поехать и он спрашивает Паша а ты с Настей поедешь такого не должно быть должно быть понимание то что вы поедете все равно вдвоем даже люди окружающие вокруг вас они понимали что он поедет все равно не один да поставьте себя даже в окружающем кругу как одно целое и это тоже подвигнет к тому что ваша вторая половинка поймет что блин мы же реально одно целое и это опять же усилит ваши отношения и очень таким важным пунктом в отношениях является то это то.. что человек – должно быть встраиваться что у человека должны быть свои собственные увлечения зая работа чтобы у него была своя жизнь а не так что говорили что paragraph тебе стоит а у другого человека нет у своей жизни и он сидит и ждет этого человека допустим там с работы у него нет у своей жизни и он живет жизнь у любого человека И тогда партнер это отталкивает, и он видит, что человек не развивается, ему это не нравится, должно быть развитие у каждого из людей. У каждого должна быть своя личная жизнь, своё личное пространство и свои личные увлечения, тогда у них будет какая-то взаимосвязь. Даже, знаете, бывает такое, люди, допустим, работают на разных работах, занимаются разными видами деятельности, они приходят домой и общаются на эти темы. Они разговаривают, обсуждают и говорят, что у них происходило сегодня, делятся какой-то информацией. Либо же, если женщина сидит дома, ждёт своего мужа, муж приходит с работы, уставший, она у него спрашивает, что он делал, а он у неё не может спросить, что она делала, потому что она мыла посуду, убиралась и больше ничего не делала дома. Настя очень правильно всё сказала, по поводу того, что нужны именно саморазвития у каждого человека, должно происходить именно путь вперёд. Это может быть также и парное развитие, допустим, идеально, реально круто, за гранью, богоподобие, я бы сказал, это иметь общее увлечение. Нет, как у нас, это сноуборд, друзья. Если у вас появится какое-то общее увлечение со своей девушкой, со своей второй половинкой, парнем, и это будет просто очень-очень-очень трудно, потому что если вы начнёте развиваться в чём-то одном общем, вы почувствуете себя ещё более классно. То есть, как обычно люди вообще знакомятся? Они знакомятся на общих интересах, они где-то там танцевали вместе, пели, плясали, улыбались, ходили куда-то, тренировались, и именно там зарождались их отношения, как правило, с общего интереса. А если в паре произошёл какой-то общий интерес, и уже он развивается до каких-то очень больших высот, это просто супер вау. Да, я. В общем, что мы хотели сказать? Ищите общие интересы, слушайте друг друга, не будьте эгоистами. Развивайтесь! Развивайтесь, друзья, и всё у вас получится. Сейчас Настя уходит снова работать, а я поеду до Давида, он у нас сейчас в больнице, и вечером я вам расскажу по поводу своего проекта. Какого проекта? Ну как проекта? Просто не ел сегодня. Суточного проекта, как это называется, голодание. Фух, друзья. Короче, кто ещё не понял, Настя сегодня весь день работала, поэтому было разговорное видео, и я думаю, что, возможно, кому-то это даже больше всего понравилось. Вот. По поводу себя и по поводу моего голодания. Ощущение, что у меня всё вообще отклинивает. Ну, просто как будто спать хочешь. Блин. Плюс холодно. Нету сил, да. Нету сил, да. То есть, нету сил реально, энергии как будто бы нету, и конечности замёрзли холодные. Обычно у меня у Насти такая почему-то беда, но сейчас я прям чувствую, что у меня конечности вообще не греются. Не знаю, не вижу никаких приколов, если честно. Но говорят, что голодание якобы за счёт этого организм начинает жрать свои болячки, которые якобы какие-то есть у него. Ну, один раз попробовал, интересно. Просто даже проэкспериментировал. Я в последнее время что-то люблю экспериментировать над собой. Ты что скажешь? Не буду. Я вам посоветую фильм, который я вчера посмотрел поздно ночью. Красный богатырь или что-то там. Красный пингвин. Я забыл как-то красный пингвинчик, что-то какая-то фигня. И красный попугай вроде. Короче, здесь название и вот рэпер. Если она провалится, её уберут. Что ты наделал? Ты принадлежишь им. Они не отпустят тебя. Я найду выход. Всем спасибо, друзья, что сегодня были с нами. Мы, как всегда, каждый день стараемся быть с вами. Это очень крутой тонус, очень круто. Очень вас любим. Завтра Пашка уезжает. Завтра я уезжаю в ИКБ. И будет очень интересный влог, что у меня, что у отдельного. У Насти. Завтра опять клиент. Ё-моё. Короче, всем вас любим сильно. Сегодня было хорошо. Завтра будет. Лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...